Прошел год со старта проекта о дальневосточном гектаре. Напомним, что 1 июня прошлого года земля стала доступна в пилотных районах субъектов Дальнего Востока и только для жителей этих субъектов. Далее проект заработал на территории всего дальневосточного региона. А с февраля этого года земли стали доступны для всех россиян. За это время заявки на свой участок подали почти 93 тысячи человек. Более 19,5 тысяч участков уже выдали. Лидерами по востребованности земли являются Приморье, Якутия и Хабаровский край. Причем в республике бесплатная земля пользуется спросом только у якутян. Из 18 тысяч заявлений только 190 поступили из других регионов страны. Юлия Михайлова продолжит. В республике заявки на бесплатный гектар подали около 18 тысяч человек. Почти все – якутяне. Лишь 190 заявителей из других регионов страны решились на переезд в далекую Якутию. На сегодня обладателями гектаров стали 2716 граждан. Ждут подписи и еще свыше 3,5 тысяч договоров. Более 6,5 тысяч человек по тем или иным причинам получили отказ. В основном заявленные участки уже были заняты. Люди ошибались. Когда получали отказы, находясь в этом же кабинете, они должны были удалить сформированную конфигурацию этого участка и нарисовать по новой, второй участок. А люди этого не делали. Они заходили в этот же кабинет и на этот же участок меняли границы и подавали совсем рядом. И сама система им не позволяла подать повторную заявку. И писала там код ошибки, что данная занята уже, айди занята. Что это уже нельзя подать. Мы наглядно этим людям все объяснили, рассказывали. Люди аннулировали, подавали повторную. У них все получалось. Гаврил Леонтьев получил участок в Салбанском наследии Намского улуса в 100 километрах от райцентра. Планирует организовать личное подсобное хозяйство. В наши нелегкие времена правительство, руководство нашей страны дает возможность населению, народу заняться своим делом. Дополнительный доход, чтобы был в семье. Думаю, дело перспективное. К своему гектару наш герой пока может только проехать. Благо, имеются подъездные пути. Но света и газа здесь нет. Если в этом месте задумают взять участки коллективно, другие участники дальневосточного гектара, то с инфраструктурой поможет государство. На Дальнем Востоке коллективных заявок поступило 12 тысяч. И на этих гектарах скоро появятся новые населенные пункты. Кроме того, получателям гектаров адресованы 35 мер государственной поддержки. А еще можно воспользоваться помощью, как начинающий предприниматель. Через институты развития, предоставления и открытия льготных кредитных линий. Вы знаете о том, что не первый год в нашей республике действует фонд развития предпринимательства, а при поддержке которого начинающие предприниматели могут получить необходимые для открытия своего дела кредитные ресурсы. И если проект действительно рентабельен, если продукция, которую собирается предприниматель производить, востребована на рынке, то думаю, что такие инструменты поддержки будут работать. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка. Через три года задекларировать освоение. После пяти лет без возмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду. Проект рассчитан до 2035 года. В нем примут участие несколько поколений россиян. Юлия Михайлова, Андрей Осекритов, Владимир Таюрский. Намский филиал. Якутия. День за днем.